Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин. Пракосочетание Пресвятой Богородицы. Картина Рафаэля Санти. Масло панно. 1504 год. 170 на 117. Находится в Милане. Это панно было заказано семьей Альбицинии для часовни святого Иосифа, церкви святого Франческа. Считается, что на эту картину вдохновили две композиции Перуджина. Знаменитый Христос, поручающий ключи святому Петру из цикла фресок, текстинской капельни. И панно, изображающее бракосочетание Богородицы, которое сейчас находится в музее Канна. Рафаэль подписал и датировал эту работу на фризе храма. Таким образом, отказавшись от анонимности и уверенно объявив себя создателем произведения. На переднем плане Джозеф торжественно надевает кольцо на палец Дева Марии и держит в левой руке цветущий посох, символ того, что он избранный. Его деревянный посох расцвел, в то время как посохи других претендентов остались сухими. Двое разочарованных претендентов ломает свои мозги. Многоугольный храм в стиле современного архитекта Браманте устанавливает и доминирует в структуре этой композиции, определяя расположение группы переднего плана и других фигур. Храм фактически является центром радиальной системы, состоящей из ступеней, портика, контрфорсов, барабана и продолженной тротуару. В дверном проеме, выходящем на здание аркаду, обрамляющего небо с обеих сторон, есть предположение, что излучающаяся система продолжается с другой стороны, вдали от зрителей. Застегнутая в кульминационный момент церемонии, группа, присутствующая на сваде, также повторяет круговой ритм композиции. Три главные фигуры и два члена группы расположены на переднем плане, в то время как остальные, расположенные в глубине, постепенно удаляются от центральной оси. Эта ось, отмеченная кольцом, которую Джозеф собирается надеть на палец Пресвятой Девы, разделяет мощеную поверхность и храм на две симметричные части. Хотя эта картина похожа на картину Перуджина, Сикстинской капелли, картина Рафаэля отличается хорошо развитой круговой композицией, в то время как у Перуджина композиция развита горизонтально, что все еще характерно для Портаченко. Пространство в композиции Рафаэля более открыто, что указывает на владение перспективой, в некотором роде превосходящей Перуджина. Вот такое описание нашел в интернете к работе Рафаэля Санти, она называется «Бракосочетание Пресвятой Богородицы». 1504 год, 170 на 117, находится в пинокотеке Брера в Милане. Пока-пока, до свидания.